Добрый день! Значит, мы сегодня попытаемся обсудить такую спорную очень вещь, как торсионные взаимодействия. Я сразу же буду отстаивать ту точку зрения, что все те эксперименты, которые, ну, большинство экспериментов, которых я знаю, которые с точки зрения так называемых торсионщиков свидетельствуют о том, что торсионные взаимодействия существуют, на самом деле объясняются простым физическим образом, где совершенно не нужно привлекать такую очень странную или дикую догадку о том, что существует некое торсионное взаимодействие. На чем они основывают свою логику? Вот сегодня я пишу несколько их экспериментов. Одно из них состоит в следующем. Вот, например, Николай Козырев. Опять Николай Козырев. Я этого сам у него не читал, на него все ссылаются, значит, в данном вопросе. Он у нас говорит такую следующую вещь. Мы берем веревочку, здесь она так, и берем гироскоп или металлический цилиндр, берем его, сильно-сильно раскручиваем, да? А здесь у нас как бы крутильные весы. Когда мы его раскручиваем в одном направлении, получается, что эти крутильные весы выгодятся в одном направлении, в другом направлении, в противоположном. Что это означает? Интерпретация состоит в том, что масса изменяется. И все вот эти эксперименты, за исключением всевозможных бета-распадов, о которых я сегодня буду говорить, они все свидетельствуют только об одном, как утверждают торсионщики, что действительно есть некое торсионное взаимодействие, которое изменяет массу тела. Ну, я предлагаю совершенно другую интерпретацию, основанную на обычной банальной физике. Она стоит в следующем, что если мы вращаем тело, или ферромагнетик, или парамагнетик, то у него возникает собственный магнитный момент. Все очень просто, да? То есть, грубо говоря, оно намагничивается. Если мы взяли ферромагнетик, и ниже точки курии его раскрутили, крутили, 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 а потом остановили, то у него этот магнитный момент сохраняется. Если мы взяли парамагнетик, его крутили, 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 а пока крутим, у него ферромагнитный момент есть, как только бросили крутить, то значит, он сразу же после этого, этот магнитный момент исчез. По всей видимости, с обычной ферромагнетиком выше точки курии, это дело так и обстоит. Просто это надо действительно подтвердить. Значит, этот эффект, по-моему, связан с именем Бернета и он был открыт в начале 20 века. Он мало известен. Когда получается, что у нас возникает добавка к энергии тела вращающегося, то есть оно еще находится во внешнем магнитном поле. Вот оно такое. М это у нас магнитный момент, здесь скалярно умножить на H на внешнее магнитное поле. Ну, представим себе какой-нибудь кусок, вот гироскоп, положим его на стукол. Вот на сторону мы его положили. Здесь у нас как бы там пружинные весы, то есть гиркой мы его подвешиваем. Ну, представь себе, что он лежит. Теперь взяли его и раскрутили в одну сторону. Таким образом, что магнитное поле Земли, они находятся в одну и ту же самую точку. Здесь, значит, это будет тогда по модулю H на минус, на кое-стон с угла Фи между ними. Да, вот у вас магнитное поле Земли, у вас появился магнитный магнит. Таким образом, у вас появилась некая добавка к энергии, то есть энергия тела, которым жажда будет равна. Она взяла и уменьшилась. Вот и все. Простой процесс. Теперь раскрутили в обратную сторону, она, наоборот, возросла, потому что знак здесь изменился. И вот это простейшее рассуждение, казалось бы, вот этот эксперимент, приписывая к кузову, полностью объясняют. У нас есть магнитное поле, направленное под некоторым углом поверхности. Если мы его откручиваем в одном направлении, то, значит, получается, что за счет взаимодействия с магнитным полем, появление вот этого вращающегося момента, он тебе поднимается, да, чуть-чуть. В таком направлении чуть-чуть опускается. А если запад-восток, здесь север-юг, да? А если запад-восток? Вверх-вниз здесь, есть вверх-вниз. Вверх-вниз. Неважно как. Север-юг. А у вас вверх-вниз. А материалы не меняли? Материалы, что круть? Болонку? Ничего. Вот в данном случае нет, не меняли. Там будет вещь, когда про двух дисков, там реально меняли материалы, и у них этот эффект изменен сохранялся. Что с моей точки зрения быть не нужно, да? Вот. То есть вот такая простая, она как бы такая теория, которая у нас здесь везде действует. И через это можно... Такой вопрос, можно? А магнитное поле Земли, оно направлено не параллельно поверхности Земли? Нет, по-моему. Потому что они уже как бы из полюсов, да? Ну да, да, да. Всегда оказалось под некоторым углом, нет? Ну вот это вопрос. Потому что... Это, конечно, от широты зависит. Да, мне тоже казалось, что зависит от широты. Что этот эффект, он используется, значит, в этом... В зависимости от широты. Ну действительно, на полюсе перпендикулярно, а на экваторе будет параллельно. Поэтому от широты будет вот сюда какой-то... Только не будет на экваторе угла. Да, и это очень интересно, что... Получается из этой логики, что у нас, то есть на северах, то есть в широте Петербурга, получается, что этот эффект очень хорошо явлен и виден. В то время, как бедным африканцам не дано. По всей видимости. Надо провести эксперимент. Ну надо провести эксперимент. Вот. То есть вот такая вот эта вещь. И, значит, у нас очень много народа этим делом занимались. Вот, например, группа японцев у нас уже в 90-х годах брали чушку металлическую 175 килограмм, расключили ее до оборота 12 умножить на 10 третьих оборотов в минуту. И тогда фиксировали, значит, изменение массы в 10 миллиграмм. Надо проверить, так это или не так. Если я действительно прав, и по большому счету, мы, получается, что получим каждый из... У нас появился магнитный момент, и таким образом он влияет у нас, как бы, воспринимается как уменьшение массы. Вот этим совершенно простым образом, без всяких торсионных взаимодействий, просто через этот магнитный момент, этот эффект можно... А через торсионные взаимодействия как объясняется? А никак не объясняется. Они говорят, что у нас есть торсионное взаимодействие. Это такое взаимодействие, которое возникает, как бы, при вращении. Вот. Что оно, откуда оно, нет. Под это выделяются какие-то... А изначально почему разговор пошел о торсионных полях? Изначально разговор пошел о торсионных полях следующим образом. Потому что мы знаем, что помимо общей теории относительности формулировки Эйнштейна существует теория относительности формулировки Эйнштейна-Картана. Если у нас гравитационное поле в обычной теории относительности возникает от того, что мы как бы деформируем пространство, да, то можно написать более сложные уравнения, которые связаны еще со скручиванием. То есть представьте себе резиновый кубик. Мы можем его только сжимать и растягивать. Это общая теория относительности. А можем его скручивать. Тогда она будет усложняться несколько. Но, тем не менее, там такая рода вещь есть. И когда набралось таких экспериментов, группа наших торсионщиков получили под это дело большое финансирование относительно. И начали этим вопросом заниматься. И в качестве вот этой теории, они вот эту теорию Эйнштейна-Картана пытались предложить. Это раз. Во-вторых, были вот всевозможные такие эксперименты, связанные в основном с Козыревым, которые тоже требовалось каким-то образом объяснить. Я с удивлением узнал, что этим вопросом очень много занимался Пархомов, вот тот самый, о котором я рассказывал, который воспроизвел в России, но в Кроссе. Ну, думал, ну, как-то странно. А потом вот у Влада Жигалова в книжке, посвященном вот этим торсионным исследованиям, я прочитал следующую забавную вещь, что сам Пархомов пишет, что он не считает, что вот этими самыми торсионными полями, так называемыми спирновыми полями, можно чего-то объяснить. Он считает, что эффекты действительно есть, но надо понять, что здесь как сказывается. Вот я такое объяснение предлагаю. Вот, например, подплетный, значит, он свидетельствовал о двух пациентах уменьшения веса предмета, расположенности в продящей вращающемся диском в магнитном поле. Что это, как выглядит эксперимент? Эксперимент выглядит так. Ага, пишет. Значит, вот диск, он вращается как-то, над ним на грузике висит какой-то, это какой-то груз, ну, по-моему, тоже металлический или, по-моему, знаете, поскольку он на полужинке, он как бы находится, взвешивается, и 2% они меняли. Ну, легко тоже понять из этих же моих соображений, этот эффект тоже объяснить. Мы все знаем, что такое эффект Мейснера. Он состоит в том, что у нас в поле сверхпроводник не проникает. Вот поместили ему кусок сверхпроводника первого года, направили в него магнитное поле, и оно его так огибает. Я до позавчерашнего дня считал себя счастливым обладателем сакрального знания по поводу того, что сверхпроводник отличается от идеального проводника, но тем, что поток вектора магнитного напряженности в идеальном сверхпроводнике остается в нем здесь константой, а в другом, значит, в сверхпроводник он просто туда не заходит. Вот. Ну, вчера открыл Википедию и увидел в тезис, что сверхпроводник и идеальный проводник – это разные вещи, написаны на второй срочке, да, то есть мое сакральное знание оказалось настолько сакральным. Но за счет чего? В результате известный эффект Мейснера. Вернем сверхпроводник, вешаем над ним магнит, и магнит начинает левитировать, висит. Это можно вращать, существует специальный пояс, можно даже на этот магнит поместить, и он поедет. Здесь же аналогичная вещь, вот это я тоже не очень понимаю. Считаю, что там какие-то токи возникают в сверхпроводнике, которые… блин, а в чем столько звонков-то, а? Вот. Они вот таким образом идут. Ну, а теперь давайте подумаем, что если мы возьмем сверхпроводник и его раскрутим, что с ним будет? Вот мы его раскрутим, по сути. Это означает, что он должен… там должен тоже появиться какой-то ток, то есть должен появиться магнитный момент, и он… и появится внешнее магнитное поле. Это внешнее магнитное поле будет воздействовать на… значит, на вот этот грузик, и у него будет появляться собственный магнитный момент. И окажется, что между ними возможно взаимодействие. То есть магнитный момент вот этого куска, который будет создавать собственное магнитное поле, не будет пускаться вот этим сверхпроводником внутрь себя. Ну, это эффект Мейснера как бы такого, второго рода. То есть это был непосредственно над ним, а то у нас здесь как бы так опосредованный. Это вот тоже очень интересный эффект. Я этого просто никогда не знал, никогда не слышал. У меня просто гипотеза. Она состоит в том, что, конечно, очень трудно магнитным полем внешним что-то сделать сверхпроводником, а если бы попытаться вращать? Как он будет себя вести? Появится ли там какого-то оборудового порядка? Будет ли он обладать собственным магнитным моментом? Я почти убежден, что на все эти вопросы ответ уже да, но я о нем просто ничего не знаю. Вот. Но, тем не менее, вот такой эффект, поскольку он как бы эффект опосредован, эффект не прямой, здесь там магнит просто висит, а здесь он как бы, от него мы идем к металлическому куску, от металлического куска обратно к сверхпроводнику вращающемуся. Поэтому мы здесь фиксируем всего 2% уменьшения массы. Видите, да? То есть вот подобного рода вещь. Вот. Дмитриев и компания в 2001 году предлагали, просто брали гироскоп вот такой, точнее брали ящик, в него вставили два соосных гироскопа, раскручивали до высокой частоты и потом просто роняли. И мерили, и мерили, значит это ускорение свободного падения. Вот. Здесь, по всей видимости, работает тот же самый эффект, то есть, что когда он падает в магнитном поле, то мы действительно имеем маленький коэффициент поправки. Связанный с тем, что мы вращаем гироскоп, у нас появился магнитный момент, он взаимодействует с магнитным полем Земли, и, а, 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 значит, в результате воспринимаются в них изменения массы. Мы видим, что и здесь никакие торсионные возражения, они здесь там совершенно нам нужны, там у нас просто обычный магнитно-механический эффект. Давайте дальше посмотрим Вот очень важный эксперимент Протников брал 2004 год 540-граммовый авиационный гироскоп для прилуков используем и ставил вот этот эксперимент который я уже раньше нарисовал Вот значит У него здесь были два гироскопа который раскручивался а здесь были пружинные весы В зависимости от направления расходки гироскопа у него происходило изменение массы Что тоже естественно Единственное что у него получается вращение может быть просто в изложении которое я читал перепутан эффект получается обратный Но может просто направление вращения гироскопа оно меняется Мы видим что и для объяснения этого эксперимента тоже совершенно не нужно привлечение каких-то торсионных полей а достаточно того простого физического соображения что любые гироскопы то есть любые объекты намагничиваются вращением Парамагнетики и эфирмагнетики И тогда они начинают взаимодействовать либо друг с другом либо с магнитным полем Земли и это приводит к каким-то поправкам как бы воспринимаемым как изменение массы И больше и больше ничего Авиационный гироскоп он экранирован? Ну вот я не знаю Это очень интересно потому что я об этом тоже читал что говорят что эти эффекты если он экранирован и с него кожух не содрали то их как бы и есть А бывает что он в кожухе металлическом и тогда он экранирован А он не разборный А не разборный Ну тогда значит я не прав и тогда действительно какой-то эффект он существует Ну ему не интересно болгарка педали А так его бы не разобрались Ну значит тогда я не прав тогда значит здесь дело зависит нет нет кожуха тогда магнитное поле здесь не при чем надо просто проверять Ну и вот я просто рассказываю что есть что есть Так Значит значительно более интересные эффекты которые связаны и торсионщики себе пытаются каким-то образом объяснить Этого связано с нарушением бета-распада на значит при вращении Ну берется какой-то образец например цезия-137 он значит вращается и после этого Шочи Геггера фиксирует то что у нас падает активность у него активность только одного канала так так а каналы бета-распад где я его тут поймал значит Значит как это можно попытаться объяснить ну этому тоже есть я не скажу что я полностью удовлетворен подобного рода объяснению но оно существует Как известно один из самых знаменитых экспериментов в истории физики это цепонитчетность учетности нарушения точнее нарушения пространственной учетности делался этот эксперимент нам там это не важно что там происходит но нам очень важно посмотреть как люди осуществляли этот эксперимент они брали 60 изотоп кобальта охлаждали до 1,1 кельвина его после этого значит оказывалось что ядерные моменты выстраивались в одном направлении а ядерные моменты это такие штуки которые гораздо слабее чем обычные моменты атома связаны с тем что там участвуют но они по отношению массы электронов к массе протонов слабее то есть практически 2000 раз и при этом в сверхнизком охлаждении оказывалось что они упорядочиваются после этого был известен такой фундаментальный эффект что электроны при бета-распаде всегда летают в направлении противоположного ядерного момента и в самом деле можно заняться подобными спекуляциями и здесь и попытаться объяснить эффект только простым расщитиванием ну действительно если мы возьмем образец раскрутим достаточно сильно то следует ожидать что у нас в этот момент будут выстроены ядерные моменты тоже вот они выстроятся в каком-то порядке к чему это приведет то приведет не к тому что бета-распад каким-то образом изменится вращение никакие трассионные поля здесь ни при чем а к тому что у нас появится асимметрия если раньше у нас образец излучал равномерно во все стороны вот эти электроны то когда мы его раскрутим у нас будет выделенное направление у нас ядерные магнитные моменты будут выстроены близкие к этому направлению тогда у нас все электроны полетят в противоположную сторону тогда еще Чеггер мы должны помещать не здесь здесь его показания будут уменьшаться где так представляется а где-то здесь и тогда здесь они народ будут расти это люди не сделали другое дело что насколько мои рассуждения по поводу выстраивания магнитных моментов при комнатных температурах оправданы ну может быть оправдан ничего они слабые мы раскрутили какой-то кусок возникли у нас атомные магнитные моменты они сильные они вслед за этим выстроили значит эту структуру ядерных магнитных моментов и у нас возникло не изменение бета-распада то есть у вас не стал этот изотоп кобальта или чего-то стабильнее а возникла анизотропия вы когда смотрите сбоку мы понимаем что у нас как бы бета-распад стал слабее но вы его посмотрите по всей сфере если вы проинтегрироваете по всей сфере то ничего не изменится это моя гипотеза просто это надо тоже проверять и этот вопрос надо таким образом каким-то соотносить вот то есть вот такова значит эта ситуация то есть я достаточно разбираю достаточно много вот этих всевозможного рода экспериментов но хочется заметить следующее что получается что вот из этого простого физического соображения что вращающие тела оказываются намагничены у меня возникает большое искушение огромное количество этих экспериментов объяснить простым способом не приблигая к никакой гипотезе к торсионных взаимодействия хотя может быть я и не прав самое удивительное что никто из авторов которых я читал по этому поводу об этом эффекте почему-то не упоминают хотя его надо обсудить объяснить почему он есть или объяснить почему нет как так странно получается я не понимаю всегда есть некий я сторонник всегда являлся принципом экономии мысли и принципом экономии мысли состоит в том что не надо придумывать новую физику например господин Эткин по обзору которого я эти эксперименты смотрел он решил их объяснять придумав сразу же три новых вида физического взаимодействия он доктор технических новых это очень немало я могу сказать у нас было четыре до сих пор а он сразу же чтобы их объяснить сразу же три приводит но тем не менее тем не менее мне представляется что подобная рода вещь она очень по крайней мере интересна но когда вот это видео выйдет конечно я в этом всем копаться наверное не буду значит я благодарен Константину из Уфы нашему постоянному слушателю который меня теребил по этому поводу и вот мне пришли подобного рода соображения чисто физически в голову и было бы очень интересно если бы кто-то потеребил меня и взял бы на себя труд написать какую-нибудь работу по этому поводу или показал почему вот такие вот этого рода эффекты они неверные но я просто хочу обратить внимание что у нас очень многие вещи связаны с авторитетом Козырева и вот уже второй случай когда я эксперимент связываю с Козыревом помните первый обсуждали и для этого для объяснения этого эффекта совершенно не нужно никаких новофизических явлений это оказывается простым известным физике экспериментом первый был я напомню это была ситуация когда у нас был гороскоп гороскоп тоже такой на весах и вот он здесь вращался в зависимости с направления здесь происходила смена направлений и мы вот тогда помните очень легко и эрегатно объяснили взаимодействием с воздухом что вот здесь момент был меньше а здесь момент больше вращающий и когда он вращается от воздуха зависит от воздуха отталкивает возникает подобие реактивного движения поскольку момент относительно оси разный то происходило вращение то есть не надо никакой новой физики было придумывать опять и здесь точно так же от того что мы вращаем гироскоп за счет простого намагничивания вот этого гироскопа то есть вращающего цилиндра по сути у нас происходит появление магнитного момента который взаимодействует магнитным полем земли оно достаточно сильное порядка полугаусса и значит и тогда у нас магнитный момент как направо какой вверх или вниз просто магнитное поле земли можно надеть куда угодно ну на Шратепулковской обсерватории я смотрю под каким-то углом ну под каким-то ну вот просто ну просто оно может как бы и так и так в одной лаборатории оно может дать плюс другое другое конечно да в какой смысле мы же делаем в одной и той лаборатории у нас оно всегда в нашей лаборатории направлено по другой эксперимент тебя удивило что там добавка была другого знака может там просто магнитное поле земли смотрит в другую сторону за все ну быть может но тогда есть большое подозрение что они с другой стороны экватора находятся я думаю что они с нашей я думаю что они с нашей ну вот это вот такая вот вещь вообще говоря очень интересно с этим вопросом повозиться потому что если мы действительно пытаемся найти в этом какие-то эффекты такие вещи надо в первую очередь исключать видите я должен хорошо бы знать казах про порядочные ядерных моментов я о них ничего не знаю мало чего знаю вообще говоря поэтому мне очень интересно если взять его покрутить а потом остановить у нас что тепловые флуктуации сразу же разрушат порядочные магнитные ядерных моментов или они будут долго сохраняться если они будут долго сохраняться сколько-то экспериментов две недели они говорили что у них частота бета-распадов в показателе счетчика Геггера две недели отличаются от нормы после вот такого вращения то значит у нас там действительно был какой-то порядок этот порядок тихонечко разрушался вот этот порядок тихонечко разрушался тихонечко разрушался еще вопрос здесь очень интересный следующий за счет чего возникает подобного рода упорядочения ну первое что хочется сказать Это считается, что токи, что у нас есть в ферромагнетике свободные электроны, мы их раскручиваем, и решетка уже поехала, электроны остались на месте. И за счет этого возникает как бы магнитный момент. А вторая точка зрения состоит, например, для парамагнетиков. Она состоит в том, что откуда у нас возникает магнитный момент. Потому что у нас каждый атом и каждое ядро это как бы такие магнетики, вращающиеся цилиндрики. И когда мы вращаем их целиком, то они стремятся выставить либо по, либо против направления вращения. Чисто механическая такая задачка. И в общем непонятно, чем подобного рода магнитный момент объясняется. Если есть внешнее магнитное поле, если оно направлено по этой оси, то они будут просто стремиться занять состояние наименьшего, состояние вещества энергии. Да, будут струнти. И будут расстраиваться, чтобы просто... Да, или вращение. Когда у тебя есть вращение, то вдоль некоторой оси, они тоже будут вдоль этой некоторой оси стремиться выстроиться. Вот. За счет тоже вдоль этой оси тоже будут стремиться. То есть вращение, оно заменяет магнитное поле. Но если мы находимся выше точки QE, то... Но это немножко странно, что вращение заменяет магнитное поле. И оно работает вот как это. Это не странно, это известный эффект, например, Барна это называется. Известен для ферромагнетиков и парамагнетиков. Для ферромагнетиков мы потом остановили образец, и мы находимся ниже точки QE, у нас магнитичность сохраняется. А для парамагнетиков она исчезает. Здесь мы находимся выше точки QE, поэтому когда мы его вращаем, у нас магнитный момент появляется. Как только мы его установим, то он пропадет, я так полагаю. Не знаю, как быть с ядерными магнитными моментами, в общем. Ну вот ядерные магнитные моменты, они, знаете, чем интересны. Потому что там магнитный момент измеряется в магнитонах Бора, и он может быть каким угодно. Известно, да. То есть любое значение может принимать. Никакая физическая теория, честная, здесь отсутствует. Никакие эффекты, его размеры предсказать нельзя. Вообще я всех призываю активнее заниматься ядерной физикой, потому что ядерной физики, как в науке, нет. То есть есть большое скопление различного рода экспериментальных данных с отсутствующими работающими теориями. В отличие от атомной физики, где у нас и такие эффекты, и такие, объяснены с громадной степной точности, и тонкая структура, и сверхтонкая, и прочее, прочее, прочее. Это очень тоже странно, что как только мы переходим на другой уровень, то есть на уровне ядерной физики, то мы ничего не понимаем. И вот здесь вопрос, я его постоянно вешаю и подвешиваю еще раз. Как долго сохраняется порядочный ядерный магнитный элемент? Или он не сохраняется совсем? И вот если мы с этой точки зрения, если мы эту вещь разработаем, то можно с новыми силами смотреть и пытаться выбраковать эксперименты всевозможных вот этих связок торсилочек. На мой взгляд, вот этот эксперимент, предписанный, на самом деле, сводимый к Николаю Козыреву, он сразу же убраковывается, потому что его можно объяснить вращением и взаимодействием образца с магнитным полем Земли. Ну вот так. Есть вопрос еще? Не рассматривали вариант, я знаю, там порядок какой, если тело вращается, значит оно обладает некой энергией, дополнительной относительно состояния покоя. Именно вращение, не постоянное применение движения, значит есть какой-то прирост массы, если энергии прирост. Ну, да. Мы считаем еще мало. Сочетаем еще мало, да. Ну, за счет того, что МС квадрат, МС не маленькая величина, а тут мы еще и в квадрате. Еще в квадрате, а М все-таки килограммами считается, ну, там, ну, сотню килограмм. Да, да, ну там они в миллиграммах все-таки он меньше, чем вот этот эффект. Здесь тоже надо посмотреть за счет чего возникает, потому что вот эти ребята торсенчики, у них были инерциоиды, я не видел ни разу ни одного инерциоида, который бы не объяснялся бы простой механикой, физикой. Мы этому семинар посвятили. Помните, да? Нету такого. То есть никакого безопорного движения по всей видимости в мире не существует. У них то инерциоиды, то вот такие вот вещи. То инерциоиды, то еще, то еще, то еще. Там очень было тоже забавно. Придумали какой-то генератор торсенных полей. Это такой конус, судя по всему, вращающийся. И вот они его приносят сюда, и у них, скажем, у какого-нибудь тоже вращающегося другого тела масса меняется. Так это естественно. Вы его раскрутили, у него магнитный момент появился, он металлический, потому что чуть не из меди, по-моему, взял, так блестит, так странно. У него появился, значит, он создает магнитное поле. И у вас вращающийся другой объект, это другой вращающийся объект, он у него тоже, за счет вращения, у него тоже возникает магнитный момент. Теперь они по этой формуле взаимодействуют между собой. У вас меняется энергия, и вы это воспринимаете как изменение массы. Но вот здесь говорю методологическое, только одно, почему народ все вот это дело игнорирует, что они так уверены, что эти эффекты ничтожны, почему тогда их торсионные эффекты, иногда измеряющие 10 минут с 8, 10 минут с 10, это существенные. Потому что, во-первых, люди, которые серьезные ученые, не занимаются торсионными полями. Ну, это нельзя сказать совсем. Вот, например, известный тебе Ансель, в свое время в Лиафе вроде бы организовал даже какую-то группу и эксперименты по проверке наличия торсионного взаимодействия. Они его оценили какой-то очень принадлежимой величиной, то есть найти его не могли. Потому что это же интересный вопрос, какая теория верна, либо плоская теория Эйнштейна, или теория Эйнштейна-Картана. Ну, никакая из двух. Ну, я тоже думаю, что никакая из двух, но тем не менее, они-то в это верят. И вот господин лично с Ансельем этим вопросом в свое время интересовался. Поэтому нельзя сказать, что физики от этого полностью отказываются. Но в любом случае, любой, я говорю, что любой эксперимент лжи у ученых, так называемых, он чрезвычайно важен. Он важен в первом смысле. Как попытка проверить, насколько ты знаешь физику, то есть можешь понять, что у них там произошло второе. Во-вторых, чтобы действительно, вот так порежево изучая эту ситуацию, ты можешь постараться понять, какие новые эффекты там возможны. Потому что нормальная наука, она не направлена на обнаружение о принципиально новых. Им семьи кормить надо, им надо кормить семьи, им нужен статус или что-либо еще. Это вот всякие такие вещи. Она не направлена, она принципиально не направлена. Поэтому искать такие эффекты надо в среде, к сожалению, сейчас лжиоученых. И все-таки лжио, наверное, неправильно говорить. Они любят, когда их называют, альтернативные. Ну это не важно. Нет, но лжио, потому что лжио, который откровенно лжет. У него есть одни результаты, а он под особой. Типа Петрика, да? Вот, когда это лжио, когда можно доказать, что он просто обманывает. А так, которые занимаются нетрадиционной наукой, ну альтернативные. Ну хорошо, альтернативные. Но вот это уже не первый раз. Притом я же говорю, что я сильно попадался. Я вот честно помню, когда я об этом узнал, я вот здесь шатался, тогда я еще мог ходить по окрестностям. Шатался здесь и пытался тоже, доходил до того, чтобы придумывать новую физику. А потом как-то взял, проснулся, подумал, блин, ну это же настолько просто. Ну реально же просто. А вакууме они не пробовали такой, придуманный сайт? А вот и прикол состоит, что Козырев говорит, что многие его эффекты принципиально вакууме не работают. Они работают только в воздухе. Ну это, с другой стороны, можно понять, потому что вот это, его знаменитая эта штука, когда два присягласовых углеша, посередине металлическая оболочка обычно, и посередине, на тончайшей нитке висит этот указатель Козырева. То есть, грубо говоря, ну алюминиевый указатель, то есть кусок, он уравновешен, так что одно плечо в десять раз короче другого. Помните? С которым куда-то там подходит, если видит что-то живое, то оно к нему поворачивается. Если видит что-то мертвое, то оно от него отворачивается. И много других вот таких эффектов. Нет, это вполне может быть работать. Вы поймите, это вполне может работать. Вот с этим указательным. И вот, люди, первая же идея была откачать вот из этого кругляша воздух. Вот в воздух, они говорят, без воздуха это не работает. С другой стороны, его понять можно, потому что, если бы не было воздуха там, то оно умрет. Нет, оно не умрет. Тогда у тебя были бы неприемные колебания. Но, с другой стороны, у них положение равновесии бы сместилось, можно было посмотреть, насколько бы оно сместилось. А в воздухе она взяла и поползла. Вряд ли колебания. Может, оно бы по кругу начало крутиться. Ну, надо посмотреть, сомневаюсь. Тогда это было бы очень здорово. С этим тоже можно разобраться. Я просто не знаю, как, почему. Почему 1 к 10? Ну, к 1 к 10, может, есть предположение как раз. То есть, именно вот приплечья? Да, 1 к 10, да. Вполне возможно, что дипольный момент какой-нибудь там. Я проводил у себя опыты там без как бы 1 к 10. Я рассказывал, то есть, я просто ставил ноутбук. Ставил штатив, подвешивал крутильные весы над ноутбуком и дожидался пока остановится все и запускал процесс архивации и разархивации. А плечи были одинаковые? Плечи были, нет, разные. По сути, это была ложка для заваривания чая. У меня там длинное плечо и рубляшок вот этот. Ровно за перегиб можно, она в грунтами шелось. И вполне четко включается архивацию в одну сторону, архивацию в другую сторону. То есть, что-то... Сколько было этих... Экспериментов? Да, экспериментов. Один? Да нет, сколько. Ну, воспроизводимость абсолютно. Ну, воспроизводимость была, да. Нужно попробовать еще, но действительно была воспроизводимость. Влиять на это, то есть, как воздух, дышать, это было невозможно, потому что четко он останавливался и начинал спрощаться в другую сторону. Ну, надо посмотреть. И здесь единственное нужно, на что можно грешить, что я проводил один, а нужно, чтобы кто-то включал, кто не знает, в процессе, это могло быть какое-то влияние самого эксперимента. Один наблюдал, один выключал, второй... Может быть, он не на компьютер на вас реагировал, на ваше знание. Да, да, но это единственный момент, что нужно как-то так, чтобы включение, архивация, разархивация была... Ну, сама идея, какая-то бредовая такая была. Ну, нет, это может быть вполне работает. Ну, по крайней мере, вот эти... Эти эффекты тогда надо искушать. Как вам вообще в голову пришла? Присите, пожалуйста. Нет, это после Козырева эксперимента выиграет, то есть я решил что-то... Ну, где-то есть некое предположение, что... крутится, правильно? Не, господа, если удастся хотя бы один вот этих уже ученых альтернативных, хотя бы 1% найти, то это уже будет большим достижением. Уже 1%. Но их надо хорошо поведить вот с таким родом вещами, потому что, ну, не знаю, надо поведить. То есть этим надо вопросом заниматься. То есть нужно что-то, нечто необыкновенное.